Так, ну что, всем доброго, тыхлого, мырного дня. Мы с вами... Ой, забыла, забыла, мабула. Собиралась, собиралась и... Ну, кое-чем, кое-чем я с вами поделюсь, но поделюсь чуть-чуть попозже, в следующем видео. А сегодня я хотела, девочки, знаете, о чем поговорить? Одна из моих зрительниц, одна из моих зрительниц и моя же модератор, писала о том, что произошел срыв, да? И когда вы мне спрашиваете, Лена, как ты с этим справляешься, были ли у тебя срывы? Вот сейчас очень-очень в последнее время много таких, скажем так, запросов идут в комментариях, были ли срывы? Девочки, я не железная леди, да? Я тот человек, который любит хорошо покушать, особенно пожрать. Я это не скрываю, я об этом всегда рассказывала и считаю, что в этом нет ничего позорного, да? Культура моего питания, культура принятия. Вот, не допила, кстати, утром воду. Не допила воду. И об этом тоже я буду говорить сегодня. Я такая же, как вы. И в самом начале стройности был вопрос, там срывалась ли я. Срывалась, девочки. Скажу больше, начиная вести свой YouTube-канал. У меня, вот знаете, первое время пошла такая, такой адреналин, да? Результат пошел. 10 килограмм за месяц. Я вам это уже рассказывала. Неоднократно есть видео на моем канале. И потом в какой-то момент, знаете, то ли мотивация упала, то ли, я не знаю, то ли я устала, да? Ну, тогда я думала, что я устала от публичности. Потому что когда-то есть вариант, когда ты стройнеешь сам, а есть вариант, когда ты вот, собственно, на публику, да? Рассказываешь об этом всему миру. И хочу сказать, что тут палка с двух концов. Мне это тоже помогло, потому что я об этом всем рассказала. И так как я человек ответственный, мне это не дает возможности, не дало тогда возможности сорваться. Но я хочу сказать, что если вам не хватает вот этой мотивации, присоединяйтесь в мои группы. Телеграм-канал, вайбер, ватсап, все это есть в описании под видео, где вы найдете такую поддержку. Вот прям, девчата молодцы. И сегодня, кстати, зашел разговор о том, что я сорвалась, я ничего не хочу, нужно мне пить какие-то таблетки, мне ничего не помогает. Я все ем, 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 ем. Я тоже с этим столкнулась. Когда началась война, я тоже с этим столкнулась, тоже набрала 7 килограммов. Что с этим нужно делать? Девочки, знаете, у меня сразу что делать и как из этого выходить? То есть я сразу ставлю, расставляю приоритеты и ищу выход из положения. Что я делала тогда? Я думаю, вам знакомая ситуация, когда ты полез в холодильник, особенно после 6, девочки, заметила. Вот невозможно, нельзя так записывать видео, когда, когда ты вот это, знаете, глаз упал, все. Надо быть, надо протереть. Я по поводу, возвращаюсь к таких срывам, я заранее приношу свои извинения, но это жизнь, девчата. Мой канал, это моя жизнь и я делюсь с вами своими этапами стройности, этапами жизни и вообще все, что и как происходит. И очень часто я тоже до 6 я себе поставила такую цель, после 6 ничего не есть. Я тоже очень часто открываю холодильники, чтобы попить воды там или съесть какой-нибудь там фрукт на крайний случай. И тогда я тоже так себя спасала, то ли морковку погрызть и, знаете, как такие были шоры, да, и сразу же я с куском мяса какого-то или котлеты или еще чего-то во рту. То есть это все было, это все было. И как с этим бороться и что с этим делать, девчат? Ну, во-первых, не подать в отчаяние, да. Мы же уже с вами стройнеем с умом. Те, кто со мной недавно, те, кто сомненны давно, все прекрасно знают, что для того, чтобы был результат, нужно действовать. Поэтому случилось так, да, произошло. Да съешь ты там, я не знаю, что тебя привело к срыву, да. Все, утром встала и пошла. Не надо себя, у меня тоже одна зрительница была. Я сегодня голодаю. Девочки, не мучайте себя голодом. Почему? Потому что организм будет голодать, на утро вы встанете и будете сметать все, что не приколочено. Вот напишите, когда у вас были срывы, а я более чем уверена, что большинство напишут, да, у меня срывы были. И голодала, и сидела на воде, потом проходит день, вроде бы все хорошо, и потом держите меня с семеро. Потому что организм недополучает то, что он должен был получить. Что в этих случаях делать? Что делать, когда вот вы чувствуете, сейчас будет срыв, да, выпейте воды. Вот есть такое железное правило, хочешь там поесть, попей воды. Не хочешь воды, не хочешь есть. Я в этом случае иногда использовала, ну, такой, можно сказать, запрещенный, потому что фрукты вечером, ну, как бы не камильфо, но лучше фрукт, чем какое-то пирожное или еще что-то летит в рот. Съешьте яблоко. Если чувство голода есть, вы просто, даже не голода, ну, то есть, значит, вы не особо хотели есть, да. То есть, организм получил импульс, я хочу есть, вы съели яблоко, покормили, не получилось, да. То есть, еще куда-то рука зачем-то тянется. Значит, вы просто не хотели есть, это просто аппетит, с которым нужно бороться, который нужно обуздать. Что в этом случае делать? Что делаю я, да, что мне помогало? Ну, во-первых, моя блогерская деятельность, да, эфиры. Эфиры для меня это вообще палочка-выручалочка. Как посижу с вами, как потарахчу один-два часа, уже ничего не хочется. Калории сожгла, с вами пообщалась, то есть, это очень работает. К чему я говорю? Почему надо так делать? Потому что таким образом вы отвлекаете себя, да, то есть, какое-то хобби найти. Нет, значит, взяли себя за шкирку. В этом случае иногда нужно брать себя за шкирку и выводить на улицу, выводить гулять, выгуливать митохондрии, в конце концов. То есть, не искать оправдания себе, да, вот мне нужно пить какие-то таблетки, поэтому у меня ничего не получается. Разобраться, ковыряться в своем организме и делать определенные выводы. Если этого не делать, девчат, просто, сколько я всегда вас прошу, расставьте приоритеты, для чего вам это нужно. Если вы считаете, что это диета, что вам нужно постранить, потому что нужно куда-то поехать в отпуск, потому что там юбилей, поверьте, весь вернется назад и эта работа не на долгосрок. Поставьте себе вот такую цель, которую я поставила себе, это улучшение моего здоровья. Мне абсолютно все равно о том, что мне пишут, тебе там еще надо худеть, тебе надо, пишите, пишите, я знаю, что мне надо, я знаю, как мой организм на это все реагирует. И в первую очередь я знаю, что я снижаю вес для улучшения своего здоровья, для стабилизации своего же здоровья. Поэтому, когда это находится в голове, да, очень важно сбалансировать рацион. Мне в марафонах девчата пишут о том, что, Лен, а мне не хочется сладкого, мы вот там неделю с тобой или две недели длится марафон, а мне не хочется сладкого. Я забыла, что такое вечером я хочу чего-то подъесть. Где-то там еще в голове осталось, да, что вечером был чай там с печенькой или еще с чем-то, а сейчас мне не хочется, потому что организм накормленный. Поэтому для этого нужно выстроить свой режим питания и обязательно будет результат. Это не значит, что нужно, знаете, четко там по режиму. Выберите время для вас удобное. Желательно, чтобы это было 2,5 часа, 3 часа между приемами пищи. Все, девочки, уйти от кусятничества. Почему срываемся? Потому что подъедаем, потому что кусятничаем, потому что подкусятничаем и едим чем? Простыми углеводами. Они быстро зашли, быстро вышли и опять же быстро хочется есть. Поэтому если случился срыв, знаете, ну разные ситуации бывают. Это бывают стрессовые ситуации. Опять искать снижение стресса не в еде, потому что еда это просто как удовольствие. Но это не принесет, скажем так, решение проблемы. Заел, все, бока стали больше, ты стала стрессовать еще больше, депрессия еще больше, все еще больше. Это просто по накопительной, это только хуже. Постарайтесь услышать свой организм. Потом, я не знаю, поставьте себе какую-то цель в платье. Какое-то вы увидели платье, увидели вы какой-то костюм, юбку. Поставьте такую мини-цель, я хочу влезть в этот костюм. У меня тоже в марафоне зрительница писала, вау, я влезла там в брюки. Я такая, так была рада, да, потому что человек вот ставил себе маленькую цель. Хотел одеть это платье, или хотела одеть эти брючки, или эту юбочку. И вот эти маленькие шажочки, нужно понимать, что мы наедали эти килограммы очень быстро. Быстро они не уйдут. Это работа на долгосрок, это работа на качество жизни, да. Потому что, ну вот как ни крути, лишний вес и укорачивает жизнь, и качество жизни. Даже вот в быту это не очень, скажем так, бывает приятно, да. Некоторые моменты неприятно даже и не получаются сделать, там, в гигиеническом плане, или еще в каком-то у кого-то там личная жизнь не складывается, да. Лишний вес играет роль. Ну, то есть тут моменты и нюансы бывают разные. Поэтому, девчата, случился встрыв, встала, отряхнулась и пошла. Мы с вами не идеальны. Не бывает идеальных людей, чтобы было все под копирочку. Вы думаете, у меня все под копирочку. Вы думаете, у меня все четенько, все-все-все. И у меня такое бывает. И где-то могу сорваться, но я на следующий день встала и пошла. Значит, не доработала свой там рацион. Значит, я сегодня плохо постаралась, да. Потому что побежала, не подумала о том, что ж ты будешь есть. А бежишь и ешь то, что хватается под руку первое. То есть, девчат, все зависит от нас. И если такое случается, важно, знаете, силен не тот, кто упал, да. Сильный не тот, кто, ой, господи, так хотела быстро поумничать. Ну, ты поднялся, и ты от этого сильный. Боже, а ну напишите мне эту, я ее вспомню потом, конечно. Сейчас вот просто быстро-быстро, чтобы не задерживать время. И встала, поднялась и пошла. И пошла с гордо поднятой головой. Поэтому я обращаюсь к своей зрительнице. И я думаю, большинство себя здесь узнали, встали, отряхнулись и пошли. Прекрасно ты понимаешь, что будет режим, будет система, и тогда будет результат. Если ты этого не хочешь, можете даже не начинать, да. Вот, значит, еще не щелкнуло, значит, еще не пришло время, да, скажем так. Но это время, знаете, часики тикают, это очень и очень так, потом будет болезненно. Девчат, вот поверьте, поверьте, я очень жалею, что я раньше не включила ту же камеру, да. Я раньше не осознала, что, ну, сколько я потеряла такого, ну, потеряла, наверное, годов своей жизни. Потому что лишний вес он забирает и жизнь, к сожалению. Ну, я вам вот чуть-чуть вот на такой, знаете, не оптимистической ноте. Но оптимистическая нота будет здесь, потому что здесь пришла посылочка мне. И что в этой посылочке я вам предлагаю, предлагаю такой маленький блиц. Напишите мне, что же в этой посылочке лежит. И я вот следующее видео, которое выйдет на моем канале, будет уже распаковочка посылки. И мне будет интересно, угадали вы или нет. Все, девчата, я побежала на массаж. Это тоже один из способов снятия стресса, снятия негатива, который у тебя есть. И хочу сказать, что вот сейчас у меня такой период в жизни, я многого не рассказываю, да. В моей жизни сейчас тоже происходит определенный стресс, связанный с войной, связанный с личными отношениями. Ну, девочки, вы же понимаете, блогер, адекватный блогер, вы будете знать там, ну, только то, что он хочет. Я делюсь тем, чем я хочу с вами поделиться. Есть у меня немножечко лишнего и, поверьте, мне нелегко, мне тоже сейчас нелегко снижать вес. Мне тоже сейчас нелегко работать со своей зозулынкой, но я работаю в этом направлении, чего и вам желаю. Все, мои хорошие, побежала снимать стресс, а вам желаю хорошего, тихого, мирного дня. Я вас люблю, целую и ценую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok